Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Лайв. И у нас с вами небольшой разбор полётов. Значит, прочитала я у себя в комментариях интересный достаточно коммент. Народ ходит на праздник, отдыхают, общаются, а они всё на даче. А дни будни у них. До праздника им дела нет. И ответы. Да зачем ей это? Куда она будет ходить? Тратить деньги на его ребёнка? А он вообще дикий. Они, наверное, боятся туда идти. Скорее всего, что боятся, что навешивают за их проделки. Я думаю, что люди есть, которые против них. И зигаванье, и враньё, и оскорбление, и то, что не работают, ведут себя нагло и вызывающе. Да и друзей у них нет. Так что будут жить и свои тени боятся. Заслужили. Вот вы знаете, ребят, и правда, я даже посмотрела некоторые видеоролики в чате ревды с праздником. И вот правда, ребят, интересно праздник в городе. И как можно торчать в заточении? Ну, пусть даже не в заточении. Сидит она, слушайте, на этой даче укропчика нас тругает. Сидит, да. Ходит. Сафарика снимает, как тот в грядках работает. Ой, трудится, трудится, да. Есть у меня тут раб сила. Всё выгребет, всё прополет. А наследства от меня нет, не дождётся. Я же не дура. Я же не дура просто так раздавать квартиры до дачи. Вот правда, ребят. Им праздники и правда не нужны. Какие им праздники обоим? Сафарику чё, интересные праздники? Ну, а уралки какие ей праздники? Лучший праздник – это когда на столе есть чё пожрать и сгонять в магазин. Да, праздник для неё в светофор сгонять, рыбы запечь и нажраться от души, не оставив даже пацану. А, пацан обойдётся, да. Купим ему червяков. Червяков химических, да. И сок тоже, не пойми, из чего и какой там состав. А какая ему там рыба запечённая? Хотя, вы знаете, уралку не поймёшь, да. То он любит рыбу, ест у неё прям, объедается, то он её не любит. Вот, видимо, в следующий раз скажет, что обдугани не оставили, да, потому что рыбу он не ест. Да, ничего он у неё не ест. Вообще ничего. А потом, оказывается, обжирает её. Ну, что, можно колбасой, сосисками накормить, да, купить химических червячков, потом ещё мороженого тоже с пальмовым маслом. Как раз-таки, как раз-таки лучшее ограничение в еде. Ну, или хлебом затолкать, чтобы есть не просил. Ну, и по поводу праздников, ребят, ну, вот какой ей праздник? Ну, вот он зачем ей нужен? Если она едва передвигается, ей какой кайф где-то там стоять или даже сидеть и смотреть концерт? Ну, а таджик, что будет за ней ходить по праздникам? Он-то, когда выходит с ней в свет, то старается держаться от неё подальше. Ну, уже хоть бы, ребят, ради приличия пошли, да поснимали. Всё-таки это праздник города. Хоть бы уже показуху какую устроили, но нет. Я понимаю, что, ребят, там что-то не то, да, контры у них там конкретные. И контры, я думаю, что уже давным-давно. Вы посмотрите, к ним даже друзьяшки не приезжают. Там они и с ними переругались. И я думаю, что конкретно поругались. Потому что, смотрите, Ирка со Сраилкой вообще не выходят на связь, да. Вообще ничего не показывают, ничего не снимают. Ну, а толку снимать, ребят? Денег они практически не зарабатывают на Ютубе. Уралка их не пиарит и не собирается пиарить. Раньше они хоть к ней в гости ездили, снимали и за счёт Уралки просмотры были. А сейчас нету, нету такого кайфа, чтобы сгонять туда. Да, какой-то момент-таки случился, что у них там был, видимо, скандал. Но я думаю, что это как раз-таки тогда, когда Сафарик затеял ремонт с этой баней. Возможно, где-то он Сраилку и звал на помощь. И один разок он же там что-то приезжал, да, что-то помогал. Ну, а потом всё, приходилось уже вызывать другого друга. И поэтому, я думаю, что-то там пошло не так. Ну, или Ирка где-то взболтнула что-то. Ну, кто знает, кто знает, что они там поскандалили. Ну, а по поводу праздника, какой у них праздник? Я говорю, у них главный праздник – это праздник живота. Когда в животе полнёхонько, и тогда здоровёхонько, и никакие праздники не нужны. И вы знаете, мне кажется, Сафару проще Уралку затащить в светофор, и чтобы она там закупилась, затарилась, да, по полной, нежели везти её на праздник металлургов. Ну, а салют вы что, как это не заснять? Нет, вы вышли из машины и где-то прошлись. Здесь на море шмынделяла только так, а здесь, походу, сидя в машине снимала. Я не знаю, вот как так жить, ребят, как так жить, чтобы даже в собственном городе не посещать какие-то вот мероприятия, какие-то праздники, торчать то на даче, то дома в четырёх стенах. Причём они торчат-то ещё и по отдельности. Вот поэтому они не пошли на этот праздник города. Сафарику это ни к чему. Ему это не нужно, ему это неинтересно, настроения у него нет, по нему заметно, насколько он злой, и это видно, что что-то не так и что-то не то. Уралочка, вы знаете, она настолько малахольная, что мне кажется, что её настроение тут же можно перебить жратвой. Накормишь её и успокоилась. Поэтому тут, знаете, из крайности в крайность её бросает. Ну, потому что, понимаете, там в голове по-своему тараканы по полочкам сидят. Не так, как у всех, да. И поэтому они не пошли на этот праздник. Они посчитали, что праздник живота, конечно же, важнее. Лучше на даче посидеть, рыбы нажраться. Она там готова была в пляс сброситься. Там стонала, кричала, какая рыбка, как она там пожарилась, какая это вкуснятина. Ну, в принципе, а что? Что можно ожидать от этого канала? Только жрачки. Жрачки и ползание вот этого таджика в этих грядках. И всё. На этом всё. И, кстати, кто-то им написал в комментариях по поводу икры кабачковой, которую Уралка закатывает из года в год. Но, походу, не успевает она у неё там постоять, либо взрывается, либо Уралка её сжирает тут же. Женщина написала, что закатывала такую икру, да, закручивала, и она у неё прокисла, потому что там майонез входит в состав. И я вообще, ребят, не представляю, для чего майонез нужен в кабачковой икре. Неужели нет других рецептов, чтобы ещё такую вредность и гадость запихивать в себя? Кабачки – это же такой продукт, да, который и полезный, и вкусный. Но смешать кабачок с майонезом, ну, это уже что-то с чем-то. Не знаю, это лично для меня. Никогда в жизни я с майонезом не закатывала кабачки и не стала бы и близко даже это делать. Так что, ребят, наверное, эта кабачковая икра уральская взрывается, поэтому Уралка ей двойную порцию не закручивает. Решила закрутить только одну. Походу, выстрелила там у неё всё. Так что, ребят, я никому не советую готовить по Уралкиным рецептам, закручивать по Уралкиным рецептам. Есть очень много достойных блогеров, достойных сайтов с рецептами, где можно действительно почерпнуть для себя нужное и полезное, нежели у Уралки. Ну, а что, посмотрите на Уралку, да, до чего она себя довела. И тут понятно, что все её рецепты просто противопоказаны для людей. Ну, хомяки там будут скоро снова плавать в своей слюне, да, падать, скользить и разбивать лбы, восхвалять Уралочку. Как раз-таки начинается сезон закаток, да, скоро снова будет икра, огурцы, перцы, помидоры. Ой, что будет, ребят, что будет, прям даже представить не могу. В общем, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания, здоровья, здоровья и ещё раз здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Обнимаю вас всех. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...